Всем привет! С вами снова Женя Якут и Андрей Будук. Один из подписчиков сделал предложение, с которым мы не могли рассказать. Прокатиться на ретроавтомобиле американского производства. Когда выбить такая возможность? Попробуем прокатить возможность. Продолжение следует... 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 Привыкать надо, габариты большие, непривычно. В последний раз на крауне ездил большой, но это еще больше. Надо привыкать. Хватать? Чуткое. Тормоза сразу хватает. Вообще шикарная машина. Донде existe la libertad de ser como quieras, quedarte o salir como prefieras. Te invito al choque, vemos la guerra juntos en las maneras. Qué barrera, qué muralla, qué obstáculo. O vaya, en su cara, patiemos a los canallas. Rima, faca, en esta, esta, nunca falla. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución, en estos días. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución, en estos días. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución, en estos días. No solamente en América, sino en todos los países del mundo, en que se creara la lucha rebunda. Somos muchos contra poco y tanto que tienen muchos pobladores. Dan la lucha mientras que el sistema te aplasta. Si llevas tu vida, solo ves que caminas en su vida. Todo cuesta, estoy claro, nada llega de regalo. Pero en cambio, nuestra lucha se mantiene presente en nuestro castro. Por aquí mis hermanos son legales, que saben, yo represento a la gente que vale. O hacer que lucha y combate por sus ideales. Repoblación y pesamiento, en otros sectores elevados. No comprenden esto, aquí sí vive intenso. Denso el panorama, que quiere fama. Protesta, reclama, dale con gana. Hasta cuando no hay mejora. El que más tiene, al pobre siempre ignora, es hora. Reclomemos al mando, la opresión. Refleja sufrimiento en la nación, sin condiciones. La lucha, vamos a entrar, que está. Esta, esta, los insulta. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución en estos días. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución en estos días. Resistencia a la opresión, más rebeldía. Arriba la revolución en estos días. Bueno, la taca, конечно, es una buena. Sí. ¿Cuánto se va a llevar? Bueno, escucha, en América, la va a llevar aproximadamente 35 000 dólares. Bueno. Bueno. 65 года. Это довольно-таки из понтяков редкая машина. Вот здесь не такой большой, как в Кадиллаках двигатель. Здесь всего 6,9 литров, 250 лошадей. На самом деле эта машина у меня не одна. Я занимаюсь плотненько, это мое хобби. Вплоть до того, что я приезжал на выпускной, тоже на свои первые американские автомобили. Занимаюсь, дарю людям радостные эмоции, сдаю машины в аренду. Больше 15 автомобилей у меня в наличии. Все в рабочем состоянии, кабриолеты, масклокары, седаны, купе. Все что угодно на любой вкус. Так что если будет желание съездить на рыбалку или по клубам, прошвырнуться, звони. Баба, прекрасно. Подъехать к клубу, выйти так. Отличная машина, конечно. Да, разговора нет. А сколько она получается кушать? Слушай, ну, данная машина, я, если честно, не измерял, что касается бензина, то я лучше буду пешком ходить, но раз, если когда не будет денег, но раз в неделю буду выкатывать. Да, она ест около 25 по городу. Вот, поэтому... Ну, понятно. Ну, такой, может, не купить, а то купит, скорее всего, на бензин должно хватать. Ну, да, то есть люди, которые имеют 3 миллиона на покупку машины, а это, как обычно, не первый автомобиль в семье, а третий, четвертый. Вот, поэтому они должны понимать, что расходы на бензин, на обслуживание, немаленькие. Вот, такие вот дела. Ясно. А весит он на сколько? Около двух тонн, от двух до двух с половиной. Именно это не знаю, сколько это весит. Ясненько. Не, шикарная машина, конечно. Подъехать к лобу, к одноклассникам, да, так, конечно. Да, да, да. Ну, ничего, все впереди? Ну, что спереди? Все спереди. Точно. Отличная машина. Что касается начинки, то в таких машинах уже с 60-х годов начали ставить кондиционеры, круиз-контроли полностью электрические, стеклоподъемники. Да, вот, величка тут. Да, крыша электрическая, очень много датчиков. Ну, и такая изюминка данной автомобиля. Как представитель 60-х годов, так это педалька открытия капота находится снаружи. Так что надо здесь следить за тем, чтобы аккумулятор не вытащили около клуба. Ну, Артем, спасибо большое. Да, не за что, не за что. Слежу за вашими роликами с первого ролика. Просто наткнулся на него нечаянно. И вот сразу же подписался, и слежу, каждый день захожу. Но это, я так понимаю, раз в три дня выпускается, в четыре. Вот, это, да, заставляет ждать и особо не надоедает, как для других. Спасибо. Вот, всегда ролики интересные, с какой-то изюминкой. Вот, мне нравится. Буду дальше следить, смотреть, советовать. Спасибо большое, дам. Давай. Круто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok